Всем добрый день, это новости Кипра на Russian TV World, с вами Елена Назарова. Вот какие новости мы обсудим в этом выпуске. Учебные часы школьникам восполнят в следующем году. Возобновятся полеты в Грецию, Италию и даже Украину. Парковка в Никосеи станет бесплатной, а фитнес-индустрия терпит невосполнимый крах. Родители учеников частных школ выступили против оплаты дистанционного обучения. Они считают, что оно некачественное и выполняется не в том объеме, за который они заплатили. Тем более, они говорят, что в контрактах прописано очное обучение, а в дистанционном там ни слова. Поэтому они не хотят платить в полной мере. Если не отменить плату за обучение, то, по крайней мере, снизить ее. Но, к сожалению, на встречу им пока никто не идет, потому что внушительная группа родителей считает, что все проходит по плану, и их все устраивает, и их детей, собственно говоря, тоже. И они считают, что те родители, которые против дистанционного обучения, они порочат имя и репутации школ Кипра и не имеют права на вот такое резкое мнение. Конфликт набирает обороты в пользу родителей, которые говорят, что дистанционное обучение не отвечает тем критериям, за которые они платят. Говорит то, что уроков, особенно в начальной школе, всего пара в день. То есть обучению выделяется ровно час, потому что каждый урок идет по 30 минут. Родители считают, что этого недостаточно. Но, в принципе, министерство образования идет навстречу таким родителям, которые недовольны сейчас обучением. И, в принципе, они понимают, что то, что было на период пандемии, та программа обучения, которую школьники пропустили, может быть, не до конца приняли, восприняли необходимыми какие-то разъяснения, вот этой всей программе будет посвящено несколько уроков в начале следующего учебного очного года. То есть на вопросы учеников на все ответят, все сложные темы обязательно объяснят, и все это будет именно в очном формате, как повторюсь, в начале следующего учебного года. Однако 3 тысячи учителей уже прошли курсы, посвященные дистанционному обучению, тому, как вести уроки в формате онлайн. И как считает министерство обучения, дистанционный формат будет интегрирован в школьную программу. То есть не то, что идет речь о выборе дистанционное обучение или очное. Сейчас уже идет вопрос о том, что их совместят. То есть будет и очная часть, и дистанционная часть. Во что это вылится к сентябрю, сказать сейчас трудно, потому что сейчас буквально ломают копья вокруг дистанционного обучения, и родители, в принципе, большинство родителей против этого формата как такового. Но есть и группа родителей, и они, в принципе, высказывают довольно здравые аргументы, что у детей просто и родителей должен быть выбор, выбирать дистанционное обучение или очное, потому что все дети разные, кто-то хорошо ладит со своими одноклассниками, кто-то ладит с ними плохо, и ему вообще, в принципе, лучше учиться одному. И, может быть, он будет опережать этот ученик программу и сдавать некоторые экзамены экстерном. Почему бы и нет? Почему бы такому ученику, талантливому, гениальному, не перейти на дистанционное обучение, быстрее закончить школу и поступить в ВУЗ? К сентябрю, скорее всего, это более-менее устаканится. Сейчас есть подвижки, что это будет такой закон, но пока все непонятно, потому что очень быстро все меняется. И мы сейчас поговорим о том, что изменилось кардинально в ближайшее время в наших законах. Но одно последнее вам еще скажу по поводу обучения. Обучение вождению, экзамены, точнее именно экзамены, возобновятся уже с 1 июня. Будьте готовы, если вы хотели бы сдать на права на Кипре, что уже с 1 июня можно будет это сделать. Но, конечно, инструктор и вы, как ученик, должны быть в маске. Кондиционеры не будут работать, но будут открыты окна. В принципе, никаких особых других критериев не применяется к экзаменам. Так что просто успокойтесь, выдохните и идите спокойно сдавать. Я думаю, что после пандемии, нашей коронавируса и нашего карантина, к вам будет более лояльное отношение преподавателей и экзаменаторов. Так что у вас все получится. Утром в среду 20 мая состоялось заседание в президентском дворце в Никаси, посвященное открытию аэропортов и Ларнаки, и Пафоса. Это знаменательное заседание для всех нас, потому что график открытия аэропортов опять сдвинулся. Но, к счастью, он сдвинулся в нашу с вами сторону. То есть аэропорты будут открыты раньше, и полеты возобновятся уже с 9 июня. То есть не где-то в июле, а уже с 9 июня, потому что эпидемиологическая обстановка на Кипре признана замечательной. И, в общем-то, эпидемиологи рады тому, как все развивается. Буквально за 19-е, за 20-е число буквально один заразившийся коронавирусом. Ни одного, слава богу, нет летального исхода. Поэтому сейчас мы говорим о том, что можем перелетать в другие страны. И первые авиакомпании, которые возобновят продажу авиабилетов, это Cyprus Airways и лоукостер Ryanair. Cyprus Airways начнет с 9 июня уже летать в Грецию и Израиль. Это будут самые первые полеты. И более того, нам сказали эпидемиологи о том, что 14-дневный карантин, если мы летаем в страны в такой же ситуации по ковид или лучше, 14-дневный карантин необязательно. Его отменят как для туристов, которые побывают на Кипр, так и для тех туристов, которые из Кипра едут путешествовать. То есть это уже самый настоящий туризм. Не просто какие-то репатриационные рейсы, а можно будет именно поехать путешествовать в отпуск. Немножко подробнее. Смотрите, Ryanair с 21 июня возобновит полеты из Пафоса в Грецию, Израиль, Британию, Польшу, Германию, Италию, Австрию, Ирландию и даже Украину с рейсами по воскресеньям. В Украину можно будет летать с начала июля. Уточняйте, пожалуйста, у посольства Украины, насколько правдивая информация со стороны принимающей стороны относительно карантина. Потому что все очень быстро меняется и успела ли поменяться ситуация. И отношение Украины к международным рейсам это еще предстоит выяснить. Как говорят авиаперевозчики, все может опять измениться. Потому что правительство еще только 22 мая выступит с окончательным вердиктом относительно полетов. Но, скорее всего, поскольку уже состоялось заседание в Никосии, эти рейсы утвердят. Ждем 22 мая, чтобы уже окончательно все завизировать. Это будет финальная позиция правительства по поводу авиаперелетов. Надеемся, что ничего не изменится. Что касается цен на авиабилеты, скорее всего, они будут стоить дороже. Обычного сейчас однородного просто расписания конкретных цен на билеты нет. Но, возможно, как говорят специалисты, удастся урегулировать их стоимость за счет падения цен на горючее. Несмотря на то, что такие хорошие новости у нас вокруг, и пляжи открылись раньше, и авиаперевозки открылись раньше, тем не менее, почему-то по какой-то неведомой нам причине, но это факт, спортзалы остаются закрытыми. 5 тысяч фитнес-инструкторов, спортивных инструкторов сейчас без работы. Это огромный крах фитнес-индустрии. И эти люди обратились в правительство с открытым письмом. Они направили буквально мольбу о помощи, потому что март, апрель, май, вот эти весенние месяцы, на которые как раз и пришлась пандемия, это самый горячий сезон в спортзалах, потому что люди готовят тело к лету. К сожалению, в этом году этого не случилось. И людям просто не учим кормить свои семьи. И самое страшное, что говорит инициативная группа спортивных инструкторов, что, скорее всего, им не удастся добиться того, что спортивный зал откроется раньше, потому что никаких директив, никаких специальных требований, никаких документов и даже планов по открытию спортивного зала у правительства нет. То есть они к этому не подготовились и об этом, к сожалению, не подумали. Надежды нет, говорит Ассоциация фитнес-инструкторов, но тем не менее, поскольку все очень быстро меняется, мы надеемся, что изменится и этот аспект. Как вы знаете, друзья, сегодня снимаются все ограничения на передвижение между городами. СМС отправлять больше не нужно. И еще одна хорошая новость. В догонку и в копилку муниципалитет Никасья объявил о том, что на муниципальных площадках города с 7 часов вечера четверга до 7 часов вечера понедельника можно парковаться бесплатно. Акция такая невиданной щедрости не распространяется на частные парковки и парковки в других отдаленных частях города. В центре можно погулять и припарковаться абсолютно бесплатно. И считаем, что это отличная новость. И немного новостей короткой строкой. Вам наверняка захочется обсудить их в комментариях и рассказать о них своим друзьям. Научный комитет Кипра сообщил, что защитные меры маски, социальная дистанция, перчатки и прочее-прочее останутся с нами до начала 2021 года, несмотря на то, что эпидемиологическая ситуация на Кипре остается уже стабильной долгое время. Ожидалось, что букмекерские конторы откроются в начале июня, но сдвинулся и этот срок. Уже в эту субботу можно будет поиграть в любимые игры. Букмекерские конторы откроются. Да, не будет стульев внутри, но, тем не менее, это прекрасная возможность возвращаться уже к привычному образу жизни. Но и самое главное, люди, которые работали в этих конторах, а их очень-очень много по всему Кипру, наконец-то вернутся на работу и начнут получать зарплату. Вторая фаза ГИСИ начнется 1 июня, несмотря ни на что и даже на то, что многие частные клиники так и не согласились к ней присоединиться. Так что нас будут по-прежнему лечить практически бесплатно. И если вы планировали какие-то операции, все равно есть шанс сделать их в частных клиниках. Какие-то из них присоединились, какие-то вскоре присоединятся все равно, как считают Министерства здравоохранения. Вот такие новости Кипра на этот час, на этот день, на 21 мая. С вами была Елена Назарова, это RussianTV.world. Спасибо, что смотрите нас. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok